Доброго времени суток, господа и дамы. Сегодня хочу затронуть такую важную тему. Сексуальные искушения. Изучаемый раздел Священного Писания. Притчи, пятая глава, как основа. Ключевой стих. Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодези. Пусть не разливаются источники твои по улице, потоки вод по площадям, пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобой. Библейская истина. Бог хочет, чтобы молодые люди хранили себя чистыми от блуда и не поддавались сексуальным искушениям. Каким образом враг душ человеческих пытается обманывать и обольщать даже избранных Богом? Сегодня мы можем увидеть это на обложках газет, журналов и даже на детских дневниках. Без обольстительной красотки не обходится ни одна реклама, даже если это реклама холодильника, курятины или строительных материалов. Сознания молодых людей и подростков штурмуют уверениями в притягательной силе секса, его крутости, в его незаменимости для полноценной и веселой жизни. Что же можно увидеть по телевидению? Сплошную чистоту в половых отношениях и так далее. Все это можно не объяснять. Говоря уже о гомосексуализме, бесконечной смене партнеров и так далее. Дьявол нашел 100% срабатываемую приманку для человека. Это влечение к противоположному полу, которое было сотворено Богом для радости во взаимоотношениях между мужем и женой. Сатана не может сам творить что-либо новое, поэтому он берет то, что создано Богом и коверкает его до неузнаваемости. Из знака плюс делает минус. Рисует жуткую карикатуру на изначально прекрасный портрет. В христианском фильме «Изменитель времен» – «The Time Changer» профессор Библии из XIX века попадает в конец XX века в кинотеатре. Он видит фильм, выбегает из зала с криками «Немедленно остановите показ!» Человек с экрана похулил имя Божие. Все смотрят на него не только как на чудака, но и как на какого-то безумца. Да, мы живем в страшные времена, когда чистота и целомудрия во взглядах и поступках диковиннее, чем обнажение перед миллионами человек. Как было сначала? Тлетворное влияние уличного воспитания очень ярко продемонстрировал один продвинутый старшеклассник. В разговоре со своими друзьями он как-то заявил, я как человек о том деле уже разбирающийся, говорю, оно вам надо, ничего там хорошего. Очень жаль, что в свои 15 лет этот молодой человек уже такого мнения об интимных отношениях. Не так легко будет принять его разочаровавшейся душе знание о том, что эти отношения сотворены самим Богом, но прекрасно они только в строго определенных им условиях. Самое правильное, когда об отношениях между мужчиной и женщиной рассказывают родители. Но и там не всегда вы найдете верные ответы. Когда родители сами не знают истинной природы этих отношений, они стесняются говорить об этом со своими детьми, как о постыдной запретной теме. Где же в таком случае черпать знания о наших интимных влечениях, чтобы не попасть в верховные сексуальные связи? Конечно же у того, кто является создателем мужчины и женщины у Бога. За шесть дней творения Бог сказал при многих хорошо, одно нехорошо. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному. Бытие 2.18. Так что сотворив мужчину и женщину, Бог вложил в них духовное, сердечное, умственное и физическое влечение друг к другу. Интимная близость – это один из Божьих даров к человеку. Поэтому определять нормы половой морали можно только на основе библейского учения. Итак, конкретно и к Библии. Бог одобряет физическую близость и даже побуждает к ней, но только при одном условии, если все это происходит в браке. Бытие 1.27.28. В Синодальном переводе это звучит так. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию. Сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И благословил их Бог. И сказал им Бог, владитесь и родножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмокающимися по земле. Далее. Притчи 5.15.19. Это то, что было уже как основа данной темы. Притчи 5.15.19. Пей воду из своего водоема, воду текущую из своего колодца. Зачем твоим родникам растекаться по улицам и потокам вод твоих по площадям? Пусть они будут только твоими с чужими, не делись. Это уже в современном переводе так звучит. Далее. Коринфянам 7 глава. Самая подробная такая глава Библии о брачных отношениях. 7.5. Первое Коринфянам 7.5. И там звучат такие слова. Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве? А потом опять будьте вместе, чтобы не скушал сатана. Не воздержанием вашим. Бог строго осуждает половые отношения, которые происходят вне брака. Читать не буду, но это Левит 20.10, Осия 4.1.3, Луки 16.18, Галатам 5.19. Я думаю, ни у кого в этом сомнений нет, что это грех. Эти отношения называют грехом прелюбодеяния. Это когда одна или обе стороны состоят в браке. И блуда. Близость несостоящая в браке людей. Браке людей, за которые следует строгое наказание. Мы можем сейчас воочию видеть горькие последствия распутанной жизни. Спит, сифилис, аборты и так далее. Бог указал, какая будет расплата. Начиналась цитата. И мы должны знать, что придется платить, если ослушаемся. Духовные законы Господа так же нерушимы, как и его физические законы. Вы можете прыгнуть со скалы и крикнуть. Я победил земное притяжение, но все-таки вы упадете. То же касается и духовных законов. Ни ваше мнение, ни дешевый журнальчик не дают правильное понимание сущности. И сексуальных отношений. Но только закон Божий. Вы можете с ним согласиться и получить от физической близости удовольствие, которое приведет для вас Господь. Или отречься от него и навлечь на себя страдания. Добсом Никий сказал такие слова. На протяжении многих веков еврейское язык и законы учителя подчеркивали важнейшее значение половой морали. Такое же к ней отношение сохранилось в их народе и до сегодняшнего дня. К сожалению, некоторые представители христианского учения неверно истолковали значимость физической близости. Их взгляды искажали и разрушали учения о необходимости и божественной сущности темных отношений в браке, выставляли их в неприглядном свете, в результате чего тысячи христиан были введены в заблуждение. Это церковное учение просуществовало многие столетия, а здравые библейские учения пытались улучшить огромным количеством неверных суждений, стремлением к аскетизму и суровости мышления. Поэтому вопрос об отношениях между мужчиной и женщиной долгое время рассматривался в отрыве от остальных разделов христианского богословия. Христиане же должны особо ответственно подходить к вопросу брака, так как согласно Новому Завету Брачный Союз есть отражение союза Христа с Церковью. «Посему оставит человек отца своего и мать, и привлепится к жене своей, и будут двое одноплодь». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Ефесянам 5.37.32 Церковь, ожидая второго прихода Христа своего жениха, и мы, христиане XXI века, не должны быть нерадивы, так как этот час приближается с каждым днем. Это касается каждого верующего человека, если он считает Христа своим возлюбленным. Возлюбленный же приготовил для себя чистую и непорочную невесту. Ефесянам 5.25.27 2 Коринфянам 11.2 Как невеста сохранить себя до прихода жениха в том, что касается отношений между мужчиной и женщиной? Вопросительный знак. Господь требует от нас, чтобы мы не занижали цену нашего достоинства и чести и высоко ценили честь и достоинства человека, который нам нравится. Так же, как Христос хочет видеть свою Церковь непорочной, чтобы иметь с ней общение на небесах, так Он хочет, чтобы у нас был крепкий и чистый брак, в котором будут взаимодействовать любовь и уважение, физическая близость, дружба, чувство долга и восхищение друг к другу. Антоний Сурожский в своей беседе о христианском браке говорит так. Надо помнить, надо твердо знать, что телесное единство двух любящих друг друга людей не начало, а полота и предел их взаимных отношений, что лишь тогда, когда два человека стали единым сердцем, умом, духом, их единство может вырасти и раскрыться в телесном соединении, которое становится уже тогда нежадным волнованием одного другим, не пассивной отдачей одного другому, а таинством, самым настоящим таинством, то есть таким действием, которое прямо исходит от Бога и приводит к Нему. А если чуть-чуть? Как вы думаете, что относится к понятию добрачного отношения? Непосредственно физическая близость или объятие тоже? Христос сказал, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Матфея 5, 28. Таким образом, не только сама половая близость, но даже само желание о такой близости в Библии коротко и ясно называется блудом. Подумайте, стоит ли вам начинать становиться на первой ступени этой грешной нисходящей, чтобы потом, не имея сил, повернуть, катиться все ниже. А как насчет меня? Однажды ученики на слова Иисуса о невозможности развода, кроме вины и прелюбодеяния, сказали, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Матфея 19, 3, 12. Другими словами, если я неволен потом изменить свою жизнь, то лучше и не связывать себя. Это высказывание недоверия Богу. Представьте вашему Творцу право распоряжаться вашей жизнью. Предоставьте. Тогда вас ожидают лучшие из возможных вариантов развития вашей судьбы. Бог сотворил красоту. Мы не можем не восторгаться шумом раскидистых деревьев, голубизной неба и взяществом оленей, могуществом гор, свободой орлов, загадочностью звезд, царственностью розы. Бог вложил в нас чувство красоты. Поэтому мы способны восхищаться и чистой красотой человека, если не привязываемся к этому в похотливых мыслях. Тут важную роль играет определение того, что есть человеческая красота. Наведенные брови и губы, выкоршенные волосы и обтягивающие буз кофточки, широкие плечи и рельефные мускулы, или целомудренная невинность, естественная внешность и поведение, чистосердечная доброта и дружба. Первое определение красоты обуславливается оценкой внешних данных на физическом плоском уровне, что усердно пропагандируется СМИ. А тот, кто ценит телесное больше, чем духовное, не прав перед Богом. Размышления же о телесном всегда приводят к искушению. Римлянам 8.5.9 Можете ли вы, сохраняя себя в чистоте, смотреть на истинную красоту, созданную Богом, или ваше внимание привлекает иллюзия красоты, вызывая похотливые желания? Проверьте себя, ответив на эти простые вопросы. Легко ли вы поддаетесь искушению? Позволяете ли вы своим эротическим мыслям полностью влазить вашим разумом? Пытаетесь ли вы воплотить в жизнь хотя бы частично свои мысли о запретах по отношению к какому-нибудь человеку? Не давайте воле своим глазам и мыслям относительно всего, что касается противоположного пола. Иова 31.1 Не давайте повода другим впасть в подобные искушения из-за вас. Матфея 18.6.7 Домашнее задание всем прочитать те отрывки, которые я тут процитировал и привел, но не процитировал. Кому-то домашнее задание еще поотписываться от всех моделей в Инстаграме, кому-то позвонить любовнице и сказать, что все, прощаемся навсегда, потому что у меня есть жена, которую я люблю. Кому-то задание более чистыми глазами учиться смотреть.